Возможно, уже совсем скоро крагастанские фермеры будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость при импорте крупного рогатого скота. Соответствующий законопроект уже вынесен Министерством сельского хозяйства на общественное обсуждение. О том, каким последствиям в будущем такая мера может привести, мы решили узнать у фермеров Чуйской области. Тимирбеку Розалиев живет в селе Турткуль Соколукского района Чуйской области. Вот уже семь с лишним лет он занимается разведением крупного рогатого скота, в том числе с последующей реализацией в виде мяса. Фермер говорит, что поддерживает инициативу обнуления НДС на ввоз крупного рогатого скота. У нас немножко кризис подрастающий скот. Мы его молодняк называем. Он очень дорого. В расчетах из мяса он превышает стоимость. Поэтому если будет ввоз, будет отменен НДС, будет легче. Сейчас искусственно выросла цена мелкого скота. Молодняк именно, мы его так называем. В принципе, у нас кормовая база хватает. Мы можем выкормить скот. Просто поголовья не хватает. И от этого идет рост цен. Также Розалиев считает, что свободный ввоз без пошлин сможет создать некоторую конкуренцию, благодаря чему цены как на скот в целом, так и на конечный продукт будут падать. Кто держал, допустим, 20 голов, тот может 40 голов держать. Там у него будет больше шансов приобрести его. Я думаю, это правильно. Особо у нас основная цель, наверное, на мясо. У нас особо породу, насколько я знаю, не выращивает. Мало, да? Маточный скот у нас в основном на мясо держит. И поэтому, я думаю, здесь проблем не составит. Тем временем в Минсельхозе говорят, что снятие ограничений простимулирует увеличение продуктивности крупного рогатого скота, в частности коров, и тем самым улучшит показатели продовольственной безопасности. Ведь сейчас, по словам специалистов, наши коровы, сравнительно показателей в других странах, дают значительно меньше мяса и молока. Если у нас пристани появятся такие породистые коровы, которые будут давать хорошее молоко в год, так скажем, то в последующем есть такая возможность того, что этим увеличится, точнее уменьшится число коров, но при этом производство молока останется на том же уровне. И при этом может снизиться уровень кормов, то есть следствие чего дает это, опять же, низкие цены на корма. А если дальше идет снижение кормов, то и пахотные земли тоже, они идут на снижение. То есть в дальнейшем это дает меньший риск на деградацию земель. В Министерстве сельского хозяйства также отметили, что в настоящее время в стране насчитывается 860 тысяч голов крупного рогатого скота. В среднем сейчас с каждой коровы в год можно получить от 2 до 7 тонн молока, а мясо порядка 200 килограммов с одной головы крупного рогатого скота. А если предложенный законопроект найдет поддержку и будет реализован, то в Минсельхозе надеются, что можно будет увеличить количество произведимого мяса и молока в 2-3 раза. Однако говорить о том, что мясо и молоко моментально подешевеют, пока рано. Елизей Кирпиченко, Денис Ламбек, Бешенбаев, НТС.